Слушайте Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Да. Ну, тема у нас такая сегодня достаточно тяжелая, но я вот так вот тоже, когда ехал на работу, подумал, что нет, наверное, почти, наверное, нет такого жителя Латвии, который бы не сталкивался с кредитованием. Это, может быть, разные способы кредитования, начиная, я не знаю, от кредитования жилья, то есть ипотека, лизинг, какие-то потребительские кредиты. Ну, вот попытаемся все это разобрать, насколько у нас времени хватит. Вот, что касается вот кредитования, может быть, вот в это последние месяцы, может быть, последние пару лет, банкам, я знаю, тоже не так-то просто сейчас кредитовать. Вот, может быть, с этого мы и начнем. Здравствуйте. Значит, ну, начнем с самого главного. С самого главного, то, что я уже говорил на прошлой передаче, что денег достаточно много в системе и у банков, и в небанковских структурах. Но есть законы, да, которые достаточно непросто исполнять, чтобы можно было заемщиков кредитовать, да. То есть, если сделать маленький, как бы, ход такой в историю... Экскурс, давай. Да, началось это еще, если вы помните, в 2007 году, когда был бомб кредитования, и тогда был первый закон принят о том, что необходимо предоставлять справку документа о зарплате, что у человека есть какой-то доход. И потихонечку, потихонечку, в 2010 году, в 2012 году потихоньку проводились все новые и новые изменения. И последние, последние серьезные изменения были в 2018 году, были изменения в ПТАЛ, то есть закон, поддерживающий потребителей, да, которые там приняли депутаты перед выборами, да. Ну, им, конечно, это не помогло, да, где было полностью, во-первых, была запрещена реклама кредитов, любых видов кредитов, да. Сразу давайте оговоримся, что эта придача у нас будет носить только информационно-консультационный характер, но ни в коем случае не будет являться рекламой каких-то видов кредитов, да. Конечно. Да, и, естественно, там тоже, опять же, были изменены алгоритмы для расчета необходимого минимума, какой нужен для заемщика, да. Да, и достаточно жестко эти процедуры были ужесточены, и повышенный первый взнос, повышенный необходимый минимум на заемщика, который, деньги у него должны оставаться после того, как он заплатит кредит. И все это потихонечку привело к тому, что заимствовать стало сложнее, то есть, как бы, парадокс, денег у банков много, они дешевые, но клиентам, конечно, конечно, кредиты стало брать значительно сложнее. Ну, есть свои, конечно, нюансы и фишки. Да, ну, я все-таки, извиняюсь, Сергей, что перебиваю, но все-таки вот такой вопрос, который все время верится на языке, исходя из того, что вы сказали, но ведь, возможно, часть вот этих поправок или часть ужесточения, она как бы идет на пользу самому потенциальному заемщику, потому что, ну, не все же люди достаточно финансово, не знаю, грамотные могут оценить все риски. Да, может быть, многие вообще первый раз или последний в жизни берут вот кредиты, они могут, ну, до конца не понимать все последствия, которые могут вот случиться. Мы это помним, может быть, по началу 2000-х годов, когда банки, как говорили, чуть не бегали за клиентами, умоляли его взять деньги. Да, все правильно, вы, как всегда, правы. Значит, конечно, там много и позитивных вещей, то есть, естественно, полностью, это вообще европейская директива, да, где любой заемщик, обязан получить предложение стандартизированное, где четко прописаны все расходы, да, где указан ГПЛ, то есть, гадопроценталык, куда входят все, все дополнительные расходы, связанные там с оценками, страховками, и он должен это предложение получить в стандартизированном виде. Более того, конечно, любой заемщик имеет право, право в течение двух недель просто отказаться от кредита без переплаты. То есть, он получил кредит, если ему показалось, что его действительно убедили, и это решение было необдуманное, просто приходишь в финансовую организацию, банк или не банк, но с лицензией, конечно, да, и обязанный в течение двух недель, он имеет право вернуть деньги без переплаты, и обязанный ему погасить ипотеку и сказать, извините, да, это ваше право. Да, конечно, много, много, много есть и позитивных в этом моментах, да, но я скажу, что заемщики, конечно, за последние годы стали более образованы, да. Центр по защите потребителей постоянно проводит какие-то информационные, какие-то слайд-материалы, проводит брифинги о внимательном заимствовании, что брать нужно ровно столько, сколько необходимо, смотреть общую сумму переплаты и вникать, конечно, в договора, конечно, в нюансы, естественно. Ну, в принципе, ведь мы, может быть, чуть попозже такую интригу сделаем, может, чуть попозже поговорим о том, все-таки, какие есть варианты получения вот этих кредитов, да, но все-таки ведь на самом деле ведь это, вот вся эта история с кредитованием, она же ведь позитивна, исходя из того, что мы понимаем, что у людей, ну, зарплата достаточно скромная, и надеется, что они без заимствований смогут, не знаю, лучше свои жилищные условия, там, приобрести более-менее новую машину, ну, фактически не представляется возможно, до пенсии можно копить, и так и не накопить, не на квартиру, я уже не говорю там о доме. Ну, естественно, это элементарные вещи, естественно, весь мир живет в кредит, и, естественно, но проблема немножко в другом, когда эти изменения готовились, вот опять же о закрытии рекламы, да, допустим, я разговаривал с депутатами во фракциях, объяснял им, что, понимаете, запрет рекламы, кредитование, это не только борьба с быстрыми кредитами, как они это позиционировали, но это также и запрет рекламы лизинга, каких-то кредитных линий, все, что связано с какой-то рассрочкой платежей, да, ну, естественно, сейчас уже приходят депутаты и спрашивают, вот, мы не можем продать машину, а почему так происходит, я объясняю, потому что конечный потребитель не может взять машину в лизинг, ему не хватает или первого взноса, или чуточку не хватает доходов, соответственно, этот спрос снижается, и сами же, те же самые депутаты сейчас и страдают, да, это очень как бы все заизосмязано, конечно, во всем мире все живут в кредит, без кредита невозможно, никакой бизнес начать, абсолютно, да. Да, вот что касается первого взноса, это, наверное, такой важный момент, это что, это скорее, не знаю, психологическое требование, чтобы, ну, люди понимали, что если у них даже нет одномоментных каких-то сумм на первый взнос, то вряд ли им стоит брать еще большую сумму. Это понятно, естественно, это введение хорошее, естественно, о том, что необходим первый взнос, чтобы было софинансирование, то есть, чтобы сам заебщик тоже отвечал своими деньгами при покупке недвижимости. Но здесь есть маленький нюанс, последний тренд, то есть, если раньше нужен был первый взнос, то сейчас, в соответствии с современными требованиями, надо четко объяснить финансовой организации, откуда он взялся. То есть, нельзя просто, как раньше было сказать, ну, мне бабушка оставила в наследство, там, 10 тысяч евро, как первый взнос. Если раньше это проходило, то сейчас, окей, это фиксируется, и потом в какой-то момент, ну, скажут, ну, вот, пожалуйста, там документы наследствия, была информация, что это у вас от бабушки, пожалуйста, предоставьте манту и маплы цибу, или какие-то выписки по счету, и какие-то переводы, или что-то такое. То есть, просто вот голословное утверждение уже не проходит, да, что вот бабушка оставила, и все. Конечно. То есть, последний тренд в кредитовании, это понятно, что нужна зарплата, понятно, что нужны первые взносы, но банку надо еще и доказать, откуда этот первый взнос. И зарплата, конечно, должна быть желательно в хорошей организации, желательно, чтобы это была какая-то экспортная отрасль, там, деревопропотка, какая-то металлообработка, чтобы банк все-таки понимал, что это доходы стабильные, носят постоянный характер и не прервутся. То есть, сейчас по последнему тренду доходы, скажем, в отрасли туризма, в отрасли какого-то там... Гостиничного бизнеса, да, все что угодно, да. Да, 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 связано, допустим, с ресторанным бизнесом, это все считается, у банков считается, как бы не очень стабильные, не очень хорошие, как бы, доходы. Да, если раньше было просто нужен был доход, сейчас банки больше смотрят на доход, какой будет долгосрочный. Да, ну, естественно, в небанковской секторе эта ситуация немножко помягче, но, естественно, никто там тоже закон не нарушает, но, по крайней мере, те компании, которые имеют лицензии, потому что это очень все строго регламентируется и... Да, извиняюсь, что я перебиваю, но это очень важный момент, вот это внебанковское кредитование, она ведь тоже пользуется спросом, и, значит, действительно востребованы у людей вот такие услуги. Значит ли это, что вот небанковский сектор, естественно, соблюдая эти требования, все-таки могут подходить гибче и быстрее, потому что, ну, сейчас вот получить кредит в банке, это не то, что было, как мы уже говорили, до этого кризиса 2008-2009 годов, это все-таки такой достаточно длительный процесс. Да, ну, конечно, это быстрее, конечно, это более лояльно к заемщику, клиенту, то есть подход более лояльный, более человечный, но в небанковском секторе в основном кредитуются предприниматели, бизнесмены, которые что-то там развивают, что-то строят, где кредиты берут там на год, на три, на пять, на десять. В банке все-таки больше обращаются люди, которые берут первую недвижимость на покупку на 30 лет с поддержкой «Алтума», потому что только банк может дать еще дополнительный, дополнительно еще первый взнос, как бы вот гарантию банка. В небанковском секторе больше в основном вот, конечно, такие предприниматели связаны с развитием сферы недвижимости, там построить, отремонтировать, реновировать, продать, распродать, сдать, это как бы вот немножко здесь так. Ну, естественно, конечно, решения принимаются быстрее, более человечный и снисходительный подход, но более толерантно, если можно так как бы сказать. Да. Вот к этому, может быть, мы вернемся, особенно к той части, где вы сказали о покупке, может быть, недвижимости, потому что наши радиослушатели наверняка помнят, что у нас был один из эфиров, был как раз посвящен в том числе и ситуации на рынке недвижимости, где у вас тоже есть опыт вот и вот в этой сфере. Но вот все-таки, вот возвращаясь к очень важной такой фразе о наследстве от бабушки, ведь здесь важно еще и понимать, что фактически наличные средства при приобретении недвижимости даже в качестве первого взноса уже использовать нельзя. Так я понимаю. Однозначно, однозначно. Вот это отдельный как бы блок, который бы я хотел поговорить о коммуникации с финансовой организацией. То есть очень важно быть более-менее открытым и давать правдивую, достоверную информацию, потому что очень много у финансовых организаций, которые этим бизнесом занимаются, достаточно много источников получения информации. И если заемщик сразу себя как бы позиционирует в одном ключе, а потом выясняется, что все это по-другому, касательно доходов, касательно первых взносов, касательно суммы сделки, то, естественно, сразу риски повышаются и или сумма кредита будет тогда существенно урезана, или тогда банк вообще может отказать и сказать, мы вот проверили, информация не соответствует реальности, мы вам отказываем без объяснения. Вот такое часто бывает. То есть я бы однозначно не рекомендовал бы завышать сумму сделки и пытаться прописывать, что часть первых взносов уже заплачен и позиционироваться, что сделка происходит по более высокой цене, потому что банк это или не банк, все равно при крупных сделках и покупке заказывается оценка на недвижимость, и там будет сразу видно, сколько эта недвижимость стоит, и если выясняется, что в договоре указано, что уже как бы первый взнос заплачен, и сделка идет по более высокой цене, то, естественно, в таком клиенту будет отказано или сумма будет занижена. А почему? Ведь в конце концов человек сам берет на себя эти риски? Потому что пропадает смысл первого, у клиента тогда не будет первого взноса, он не может его показать, да, естественно, риски для финансовой организации. Ну, то есть, в принципе, вы, наверное, даже сейчас живем вот в такое время, особенно после известных всех событий, когда Соединенные Штаты начали очень активно контролировать и ужесточать законодательство, потом это пошло в Европейский Союз и так далее, то мы живем в такое время, когда вот, ну, наверное, что-то скрыть, я имею в виду финансовое, становится все сложнее, и введение в заблуждение серии себе дороже, да? Да, вот вы хорошо, опять же, сказали, да, то есть вот я считаю, одна из рекомендаций при получении кредита, я бы сказал бы, что надо отказываться от той старой модели 90-х годов, когда вот недвижимость и доходы у меня там на жену, а кредиты, лизинги и все заимствования, все долги – это на меня, то есть как бы разделить яйца по двух корзинкам. Сейчас так не происходит, потому что финансовая организация видит все, и все регистры, все недвижимости, все обязательства заемщиков. Хочу сказать о новой фишке такой, что раньше можно было писать, что у тебя три кредита СМС, и это трудно было проверить, нужно было просить, чтобы заемщик шел в банк Латвии. А сейчас есть единое кредитное бюро, куда все кредиторы обязаны закладывать информацию, и организация финансовая видит все, все заимствования, то есть все долги и всю недвижимость. Поэтому важно быть максимально открытым, тогда это как бы приведет к более лучшему результату. Вот мне звук и же все подскажет, что мы из-за того, что чуть-чуть вышли в эфир с опозданием, ну технически у нас были проблемы, мы сейчас работаем без перерыва, поэтому, может быть, нельзя сказать, что интриги не будет. Вот мы вернемся к такой интригующей части о получении кредита. Но я бы хотел задать такой вопрос, я не знаю, он из области психологии или как раз вот очень рациональное решение, очень многие, ну, замерли в ожидании. То есть те, кто хотели бы улучшить свои жилищные условия, все-таки у нас появляются, слава богу, и молодые семьи создаются, и люди думают о том, как вот приобрести квартиру. Я понимаю, если я не прав, вы меня поправите, что по-прежнему популярно строительство каких-то небольших домов семейных за пределами Риги, ну так, в агломерации рижской, не очень далеко. И люди говорят, ну, видите, сейчас вот кризис, надо подождать, а вдруг цены на недвижимость значительно упадут. Но я так понимаю, что это такой обманчивый момент, ничего такого не происходит пока на рынке, да? Значит, смотрите, недвижимость, она очень, это широкое понятие. Было бы хорошо даже сделать бы отдельную передачу по недвижимости, да? Но, если коротко, основное слово, которое я использую, это сегментирование, да? Значит, вы абсолютно правы, последний тренд, который начался, в принципе, где-то с лета прошлого года, но это понятно, когда уже было понятно, что этот COVID и вся эта пандемия затянется, да? Люди, но это касательно только жителей Риги, начали потихоньку, действительно увеличилось строительство, потихоньку начали строиться. В основном это вот, например, Рижья, то есть там как бы Марупе, Яун Марупе. Гаркалне, да? Гаркалне, да, да. То есть покупают участки, очень активно начался бум, и, естественно, строят небольшие дома. Но строят небольшие дома там, не так, как это было в 90-х. В основном это где-то, ну, мы видим, по крайней мере, у нас, вот, у наших клиентов, вот то, что мы видим в Весткредите, это там 100, 120, 140 метров, то есть это максимум. То есть это, допустим, семья, живущая в трехкомнатной квартире, берет как первый износ под квартиру на покупку дома, начинает его строить, и потом, ну, как бы это финансирование постоянно идет. Да, это новый, это такой, как бы, новый тренд, который появился прошлым летом, и этой весной он, как бы, еще более усилился, да, то есть огромный спрос на небольшие участки, ну, там, не знаю, в полчаса, часть езды от Риги, да, он за последний год возрос многократно, да. А с другой стороны, упал спрос на квартиры в Риге, в центре Риги, на большие квартиры упал, потому что раньше, допустим, у нас клиенты, допустим, ну, констательно нашей компании, покупали квартиры, делили их на однокомнатные, издавали через их R&B. Такой бизнес. Букинг, да, туристам, но это и понятно, бум этот прошел, туристов этих нет уже год, и, наверное, этот год тоже не будет. И вот здесь явно заметно, что спрос на квартиры в центре Риги, в старой Риге, сильно, сильно упал, то есть намного меньше этих сделок мы видим, и цены вот здесь точно, точно пока в ближайший, наверное, год не вырастут. А вот земельные участки или какие-то небольшие свежие дома, которые построены за последних пять лет, они сейчас в большей цене, и, я бы сказал, их ищут, да, это правда. Но это касательно Риги, Рижского района. За пределами Риги, конечно, ситуация намного хуже, то есть и в Лепо, и в Венсполсте намного хуже. Но про Латгалию я даже не буду говорить, по-моему, здесь это очевидно, да. Конечно. Вот все-таки, возвращаясь к стоимости жилья, оно не падает. Почему? Потому что вот сам процесс строительства довольно затяжной, насколько я понимаю, и дорогостоящий. Ведь ничего не дешевеет, да, ни материалы, ни вот работы, не знаю, по планированию и так далее. Да, мы, так как мы тоже финансируем стройку, да, и контролируем наши технодзоры, это тоже как бы помогают клиентам, мы контроль этот осуществляем, мы видим, что дорожают стройматериалы, очень с весны подорожал металл, тот же самый, ну, простые такие вещи, регипс, профиля, вата, это все продорожало с весны на 15-20%. Очень сильно подорожала работа, потому что квалифицированных работников мало, и, допустим, проблема даже сейчас завести компаниям персонал с Украины, который как-то хоть как-то разбавлял, разбавлял высокую стоимость труда. Опять же, очень, ну, это, в принципе, хорошо, в Алсене Муденостас действует, то есть никто в строительной отрасли больше не может платить там деньги наличными, и, естественно, ни одна финансовая организация это не допускает. Мы тоже всегда требуем, чтобы все деньги были перечислением и за материалы, и за работу. И тем самым происходит удорожание нового строительства. То есть однозначно можно сказать, что новое жилье дешевле строить не будет, потому что и материалы подорожали за год, и работа подорожала, и сам вот этот процесс согласования стройки, особенно сдачи в эксплуатацию, он намного затянулся, тем самым реализация проекта затягивается, и, естественно, это сказывается на конечной цене продукта. Конечно, новое жилье, его себестоимость только может расти, это правда, да, это объективно. И, естественно, ну, вторичное жилье, так как предложение все-таки его тоже ограничено, и как-то в последнее время те же самые СССР объявления поменьше, оно тоже как бы не имеет тенденции к снижению. Ну, я бы сказал бы, вот спрос сейчас достаточно сбалансированный, но тенденции к снижению точно нет. Да, вот что касается еще, вот, не знаю, приобретения недвижимости, вот молодые семьи, вот, может быть, есть такой стереотип, что, ну, вот молодой человек только начинает трудовую жизнь после получения образования, что понятно, что он не может, наверное, конкурировать сразу по размеру зарплаты, не знаю, с тем, кто на рынке труда уже 20 и более лет, но ведь и у молодых есть, наверное, возможность обратиться в банк или в небанковское учреждение, вот, по вашему опыту, и получить кредит. И здесь, наверное, несколько слов нужно сказать от вас, как от опытного финансиста. Что нужно делать? Вот, действительно, вот вы сказали в самом начале нашего эфира такую ключевую фразу – коммуникация. Вот, может быть, такие, если можно дать советы. Хорошо. Хорошо. Самое главное, самое главное, есть, конечно, маленькие нюансы. Конечно, самое главное – правильно себя позиционировать. То есть намного, намного будут комфортнее условия и легче оформить кредит, если, допустим, заемщик себя позиционирует как предприниматель или как начинающий бизнесмен. Тогда, естественно, банк или небанк будет на это смотреть более лояльно, и это та фишка, которая может позволить получить более льготные условия. То есть сразу себя позиционировать, не менять свою позицию и не начинать заново предоставлять документы и как-то путаться в своих документах, а сразу себя правильно позиционировать как человек, занимающийся бизнесом или предприниматель. Тогда сразу значительно легче получить финансирование. Опять же, если это касательно молодых семей, то, естественно, у них часто нет первого взноса, но по практике мы видим, что родители, родственники предоставляют первый взнос в виде дополнительной недвижимости своей, допустим, в свою квартиру, предоставляют как первый взнос в счет покупки уже какого-то более крупного объекта недвижимости. Такое мы видим часто, и если люди адекватные, то их близкие, родственники часто им помогают. Такое тоже часто используется. Это тоже один из моментов, как можно получить первый взнос на покупку какой-то недвижимости. Да. Вот есть, наверное, какие-то стереотипы или даже мифы. Ну, насколько у нас хватит времени, мы попытаемся их развенчать. Ну, вот, не знаю, там миф о единственном жилье, который нельзя трогать, даже если оно заложено за счет ипотеки. И второй миф, что есть вот эти галвата или поручители, которые сразу отвечают чуть ли не с первого долга того, за кого они поручались, с первого цента. Хорошие вопросы. Чувствуется, что вы, Абик, всегда хорошо подготавливаетесь к передаче. Это действительно актуальная вещь. Значит, смотрите, начнем со второго. Галвата, поручитель. Да, раньше, до, кажется, 2009 года или 2009, да, действительно, часто, когда не хватало доходов, когда не хватало доходов, использовалось такое понятие «приведите поручителя». То есть дополнительный человек с дополнительными своими доходами шел как гарант этой недвижимости. И сразу, если наступал дефолт, то есть если происходил невозврат кредита, банк использовал поручителя и его доходы для погашения обязательств заемщика. Но этого уже давно нет. На данный момент, на данный момент, поручители, конечно, тоже спрашивают, особенно вот это тоже тот же момент, когда, допустим, не хватает доходов у заемщика, у того, кто берет кредит. И тогда действительно используется такой механизм, что еще идет поручитель со своими доходами. Но если наступает дефолт, значит, финансовая организация сначала реализует залог. Только, только если этот залог не покрывает стоимость кредита, только тогда еще дополнительным риском можно обращать требования к доходам поручителя. А так, как это было раньше, что сразу все должны платить, и сразу все имущество у всех продается, взыскивается зарплата из заемщика, из поручителя, такого сейчас нет. Это не соответствует действительности. Второй, опять же, важный момент. Да, действительно, вы сказали, это какая-то такая легенда с какого-то советского, с какого-то переходного времени о едином жилье. Нет в законе, по крайней мере, в гражданском, такого понятия, как единое жилье. Есть залог, который заемщик предоставил в виде обеспечения. Является он единым, не единым. Он реализуется, чтобы покрыть обязательства кредитора и, возможно, других каких-то кредиторов. Первого кредитора, который дал ипотеку, и последующих кредиторов, там, власть и немудренность, коммунальные платежи, все такое. И все это расположено. Нет такого понятия, что если у человека единая квартира или один-единственный особняк, то за долги его нельзя продать. Нет, это абсолютно не соответствует истине. Да. Вот возвращаясь, может быть, действительно к кредитованию и финансированию, в таком, может быть, в какой-то степени социологическом разрезе, учитывая ваш большой опыт, вот сегодняшний, ну, не знаю, среднестатистический кредитор, если мы говорим о физических лицах, можно ли нарисовать какой-то портрет, особенно, ну, не знаю, в небанковской сфере? Кто это может быть такая, средняя температура по больнице? Ну, так нельзя сказать. В основном, конечно, люди покупают вторичное жилье, да, там, где суммы небольшие. Грубо говоря, средний человек – это покупающий двушку в Пурцемсе, в Зепникалсе, там, в Золитуда или в Имонсе, да, и обычные предприниматели, которые там, я не знаю, но сейчас это мало, конечно, популярно, ремонтируют, там, я не знаю, кафе, делает какой-то ресторан, какой-то сервис мастерской, что-то такое, но сейчас, естественно, весь этот средний бизнес, он сейчас, конечно, мало активен и мало подвижен из-за пандемии, да. Также обычные предприниматели, которые в сфере недвижимости, которые покупают какие-то объекты недвижимости, реновируют их, продают или сдают в аренду, да, но в плане покупателей недвижимости, конечно, 90% сделок – это обычные серийные квартиры, грубо говоря, литовка в Кенгараксе, да, или двушка, двухкомнатная квартира в Плябниках, да, то есть это вот стандартный заемщик, потому что сумма сделки меньше, надо меньше первый взнос, меньше доходов необходимо, и вот такие сделки проходят легко. Покупка большой недвижимости в новых проектах – это всегда долго и это всегда сложно, независимо, банк это или не банковская организация, вот так бы я сказал, да. Да, вот еще, если мы говорим о кредитовании, вот вы упомянули в середине где-то нашей беседы, очень важная вещь, что действительно, ну, многие, если они чувствуют, что все-таки их доходы позволяют, и есть какие-то вот гарантии, есть, так можно сказать, что и дальше будут доходы не уменьшаться, пытаются построить какой-то, не знаю, свое семейное гнездышское домик, да, вот где мы говорили, не знаю, Марупе, Яун Марупа, Гарховна, Тирайна и так далее, но ведь большинство из этих людей никогда таким строительством не занимались, не обладает каким-то опытом, навыками. Вот, не знаю, внебанковская финансовая структура, которая, наверное, более гибкая, как вы заметили, может оказать какую-то, не знаю, поддержку, не просто выдать деньги, ну, вы хотите строить дом, вот вам деньги, да, строите как можете. Ну, смотрите, здесь так можно сказать, да, что при получении денег оговаривается какая-то смета, да, и, естественно, заемщик предоставляет какой-то план, хотя бы минимальные сметы, да, и, естественно, она анализируется, если там видны явные, явные какие-то противоречия, допустим, или законодательные, допустим, с термотивами, там, по высоте или, допустим, по расстоянию до соседей, естественно, сразу это выявляется. Естественно, финансовая организация в банке, это, конечно, больше контроль именно денег, да, но в внебанковском секторе, конечно, нам более важно, важно, чтобы заемщик закончил этот проект, сделал его, не просто сделал, а сдал еще в эксплуатацию. Конечно, здесь очень идет плотная, плотные консультации по, со стороны технадзора, который контролирует стройку, ну, простой обычный пример, все стараются, все стараются как можно ближе построить к соседу там, но есть норматив 4 метра, вот 4 метра отступаем и строим, а если, допустим, это ближе, или, допустим, сделали утепление там на 10-15 сантиметров, и потом уже замеряется, что там уже из-за ваты 15 сантиметров сдвинулись с соседями, все, такой объект уже сдать в эксплуатацию нельзя. И вот, как бы, задача того же технадзора, финансовой организации, помочь избежать таких грубых, таких грубых ошибок, которые потом не позволят сдать объект в эксплуатацию, и тем самым повысить его, повысить его стоимость. Кстати, это вот те случаи, когда часто люди делают перекредитации из банка, внебанковский сектор, где, допустим, четко прописано, что в течение двух лет после постройки банк требует, чтобы объект был сдан в эксплуатацию, этого не происходит, и банк, естественно, имея на то право, имея на то право, я обговариваю это заранее, просто не продлевает кредитный договор. Ну, такое право, да, потому что значительно больше риски, если объект построен, но до конца не оформлены документы, не сдан в эксплуатацию. Поэтому это, конечно, очень часто, сплошь и рядом, когда люди начинают строить дом. Поймите, отремонтировать трехкомнатную квартиру – это не то же самое, что построить, скажем, даже там одна или полутораэтажный дом. Это намного больше надо знаний, опыта, понимания в менеджменте, в нюансах. Естественно, но самому это непросто. Естественно, хорошо, когда есть какие-то советники, консультанты нейтральные, которые могут четко сказать, что нет, если у вас написано 11 метров максимальная высота, не надо делать 12, потому что вы хотели детям немножко как бы крышу сделать повыше на чердаке, или какие-то такие элементарные вещи, понимаете. Или если в проекте указаны, что окна такого размера, не надо делать еще дополнительное окно с южной стороны, потому что так хочется жене. То есть вот этих рисков надо избегать. И, конечно, в этом плане финансирование, полученное в небанковской сфере, оно более позволит заемщику, так скажем, без сложности, без острых углеводов, завершить начатый проект или начать и завершить какой-то абсолютно новый, да, потому что здесь более постоянно идет контакт и более подробно можно заниматься этим проектом, потому что здесь нет такого конвейера. Получил, и только контролируется сумма, чтобы, не дай бог, она не превысилась, потому что часто, к сожалению, и это практически всегда, суметы возрастают, и нужно возвращаться к предыдущим уже графикам и суммам и как-то их корректировать, но часто это в большую сторону, потому что нельзя все предусмотреть во время стройки и 10-15, а то и 20% происходит увеличение изначального проекта. Это также и по государственным объектам также происходит, и по библиотекам, и по разным другим объектам, вы, я думаю, это знаете тоже из пресса. Да, вот, может быть, в завершении такой, ну, в какой-то степени, не знаю, философский вопрос, а может быть и нет. Вот если, не знаю, более или менее благоприятное время, для того, чтобы взять кредит, потому что, ну, с одной стороны, как мы уже констатировали, людям нужны кредиты, нужно улучшать уровень жизни, а с другой стороны, всегда есть такие вопросы. Ой, вот сейчас не время, вот пандемия не время, не знаю, после пандемии еще не время. Вот есть ли такое благоприятное время, или это все настолько индивидуально? Это все очень индивидуально, время, оно всегда нормально, но всегда надо реально подходить к вещам, реально смотреть, сколько ты можешь платить, и не пытаться идти за трендами. Если видно, что доходов не хватает, или они носят как бы временно непостоянный характер, ну, не надо строить 200 метров дома, может хватит купить трехкомнатные квартиры в каком-то проекте в Ялмарупе, да, то есть по-любому, в любом случае, надо трезво подходить самому к своим возможностям, к своим доходам, и их не преувеличивать для себя внутренне, тогда проблемы не будет. Но, естественно, время сейчас хорошее, да, и очень много хороших предложений, очень низкие проценты сейчас, потому что Европейский банк и требует, чтобы через свою монетарную политику, чтобы банки больше кредитовали, да, и это, естественно, сказывается на рынке, да, по крайней мере, этот вот такой, ближайшие год-два, наверное, такой тренд будет. Но не исключено, что потом что-то поменяется, Европейский банк может поменять свою политику, деньги будут дороже, и мы то же самое видим, как и раньше было. Это всегда циклично. 10-15 лет этот цикл меняется. При большом заимствовании опять потом начнут повышать ставки, чтобы снижать это кредитование. Я считаю, да, что сейчас очень хороший момент. У кого, конечно, есть доходы, есть стабильные какие-то поступления, брать кредит и что-то начинать делать. Время кризиса всегда дает возможности развить новые какие-то бизнесы и кому-то зарабатывать, конечно. Это, по-моему, замечательное завершение нашего эфира, что можно на кризис посмотреть и по-другому. Не всегда только в таком негативном ключе. Все пропало, выхода нет. А как раз посмотреть на какие-то возможности с надеждой, что рано или поздно кризис закончится. Хотелось бы рано. Сергей Маликов был у нас на прямой связи, передача «Вокруг финансов». Обязательно встретимся и обсудим в одном из эфиров вот эту вообще передачу о развитии рынка недвижимости и, естественно, параллельно финансовые источники для приобретения этой недвижимости. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...